Сегодня мы должны перейти к нашей новой теме, к вопросу предпоследнему для нас, а именно к сущности власти. Или вернее, будет сказать, сущности политического. Видите, я уже оговорился и выдал вам сегодняшний секрет. Но так как мы уже с вами связали политическое и государство, не будет большой ошибкой сказать, что через государство сущность политического открывается только как власть. Слово власть, однако, проблемное, потому что само по себе это слово подразумевает как власть человека над человеком, так и власть человека над животными, так и даже власть человека над природой. Это не означает, что не может быть такого понятия, как политическая власть или государственная власть. В том смысле, что государство обладает властью не только над людьми, но и над животными и над неодушевленными предметами. Но для нас с вами все-таки проблематизация заключается не во власти как таковой. Мы должны отсечь лишние ее части и сконцентрироваться на том, что я буду называть правлением. Правление – это власть над людьми. Мы не говорим править животными и не говорим, там, я не знаю, управлять растениями. Поэтому будет лучше, хотя я и буду использовать два эти слова дальше, власть и правление как взаимозаменяемые, будет лучше думать, что речь идет именно о правлении людьми. И действительно, вопрос правления людьми можно назвать центральным вопросом политической философии вообще. В этом смысле в этот центральный вопрос попадают все политические философы. От Платона или, если хотите, Фукидида до каких-нибудь безумных современников, типа Фуко. И на самом деле любой философ, который затрагивает этот вопрос, так или иначе входит в область политической философии. Именно поэтому можно говорить о Ницше, например, как о политическом философе. Потому что он говорит только о правлении людьми. Однако, даже если мы возьмем чистое правление, то есть правление людей над людьми, нам все равно придется столкнуться с некоторыми трудностями. И таких, по сути, можно насчитать две. Во-первых, из-за ситуации человеческого неравенства существует несколько различных видов правления. Есть правление над детьми, отец управляет своими детьми, есть правление над женой, есть правление над рабами и есть правление над свободными. Иными словами, есть несколько видов правления, в которые попадают отец, муж, господин, царь, тиран и так далее. И потому первый вопрос, на который нам придется ответить, является ли всякая власть политической или есть какая-то разница между разными видами правления. Скажем, правление отца над детьми не является политическим, хотя это правление человека над людьми, человека над человеком. А вот правление гражданина в своем полисе над другими гражданами является политическим, хотя это тоже вроде как правление человека над людьми. Справедливости ради, если мы посмотрим на генеалогию отношений разных видов правления, мы увидим как минимум четыре последовательно развивающихся варианта решения этой первой нашей трудности. Самое древнее и самое нам известное, это, конечно же, решение Платона и Ксенофонта, которые уверяют нас, что нет никакой разницы между различными видами правления. Или что всякая власть, по сути своей, власть над людьми, конечно же, является политической. Это позволяет, например, говорить о воспитании как о политическом действии, в смысле воспитании детей. И потому как о государственной политике. С другой стороны, наследник Платона Аристотель отказывается соединять эти виды. Он считает, что разница между политическим и не политическим правлением очевидна, и что она должна быть учтена. Это приводит Аристотеля и некоторых его наследников к мысли о том, что государственная власть имеет очень строгие рамки, очень понятные границы и очень определенные функции. Государство не может вмешиваться, например, в воспитание детей. Это не его обязанность, и каждый человек может свободно воспитывать своих детей, как он сочтет нужным. Потому что политическая власть заканчивается на свободных взрослых. То же касается, между прочим, и отношения господина и рабов с точки зрения Аристотеля. Третья позиция уже наследников-наследников Аристотеля говорит о том, что разница между видами правления действительно есть. Она существует. Однако же неполитические виды власти являются ошибочными, и они должны исчезнуть. Причина этого заключается в том, что наследники наследников Аристотеля полагают, что всякая власть искусственна, что она есть результат человеческого соглашения. И потому при каких-то условиях, при которых человек не может давать соглашения, власть не может возникать. Ребенок не может давать своего согласия на то, чтобы быть кем бы то ни было управляемым. И в этом смысле власть над ребенком не должна существовать. Наконец, мы делаем полный круг и приходим к более или менее современному представлению о власти, которая говорит нам, что между видами правления нет никакой разницы, потому что нет никакой разницы между различными видами власти. Вся власть абсолютно одинакова, абсолютно гомогенна. Но в то же самое время она абсолютно аполитична. Это позволяет наследникам данного взгляда говорить о растворении или исчезновении государства и государственной власти. Есть, правда, и вторая трудность, которую мы не можем пропустить по очевидным причинам. Второй вопрос, который нам необходимо будет задать к власти, к правлению человека над человеком, это, конечно же, вопрос об источнике власти. Иными словами, находится ли источник власти внутри человека или вне его? Этот вопрос имеет критическую важность для нашей с вами темы, потому что если источник правления находится вне самого человека, то говорить о разделении или объединении человеческого и политического просто представляется невозможным. Если источник политической власти вне человека, между человеком и политическим нет никакой связи. Конечно, такое жесткое деление, возникающее на первый взгляд, оказывается довольно сомнительным, потому что, в конце концов, даже если источником власти является не некая естественная способность одного человека превосходить других, а, скажем, как мы уже говорили, согласие, если власть искусственна, все же власть возникает из людей. В конце концов, народ создает государство, объединяя свои воли и передавая свою собственную власть, неограниченную, в руки Левиафана, тем самым делая Левиафана безгранично властным. Но все-таки и с этим у нас есть затруднение. Затруднение, которое мы не будем детально обсуждать, потому что мне не хотелось бы пытаться выставлять себя специалистом там, где я таковым не являюсь. Есть еще одна традиция, которая говорит нам, что источник власти находится вне человека, и ни при каких обстоятельствах человек не может обеспечить себе эту власть. А именно, библейский рассказ об Адаме, Еве и Эдемском саду. Господь – источник человеческой власти. Господь наделяет Адама помощником, и Господь же позволяет ему получить власть над миром, назвав всех животных. Таким образом, если мы следуем библейскому рассказу, власть человека над человеком происходит строго от Бога, и только Бог решает, кому и при каких условиях ее давать. В таком случае человеческое и политическое расходятся раз и навсегда, и никогда не могут сойтись вместе. Ибо власть Господня является проявлением Его воли, и здесь не о чем говорить. Что ж, мы собрались говорить о правлении. И говоря о правлении, мы снова должны последовать нашей схеме, разделить наших героев на современников и древних. Из древних нам снова придется выбрать кого-то, точно так же, как нам придется выбрать кого-нибудь из современников. И, по большому счету, у нас не такой большой пул героев, которых мы могли бы взять. По сути, если мы берем классическую политическую философию, наш выбор сводится к трем опциям. Платон, Ксенофонт или Аристотель. Однако, несмотря на то, что правление для всех трех представляет некую проблему, в конце концов, двое из них написали работы о совершенном или идеальном режиме, все-таки для Платона и Аристотеля правление – это не проблема сама по себе. Хороший режим создается правлением хорошего человека. В этом смысле, совершенный режим представляет из себя правление хороших людей. И потому вопрос, который ставят Платон и Аристотель – это, собственно, кто такие хорошие люди и как их поставить во главе режима. Ксенофонт выглядит здесь гораздо более интересным, потому что, с точки зрения Ксенофонта, власть представляет проблему как таковую. Он показывает это в нескольких своих работах, делая то, чего не делают Платон и Аристотель. Он берет совершенного человека и помещает его во главу государства или во главу собственного дома. В конце концов, Ксенофонт не делает разницы между правлением над рабами и правлением над свободным и смотрит, решается ли проблема правления тем фактом, что во главе стоит совершенный человек. И оба раза Ксенофонт отвечает – нет, она не решается. Таким образом, проблема правления у Ксенофонта – это проблема сама по себе, проблема несвязанная и потому нерешаемая хорошими людьми. А значит, будет лучше и правильнее всего, разговаривая о древних, обратиться именно к Ксенофонту. Ксенофонт касается проблемы правления во многих своих работах. Я бы даже сказал практически во всех, включая те, что сегодня называют техническими трактатами. Это и меморабилия, и геерон, и керапедия, и экономика, и лакедемонская полития, и анабасис. И потому мы, конечно, будем смотреть или стараться смотреть на многие из них. Но яснее всего проблема правления, по крайней мере, предварительная ее формулировка, у Ксенофонта возникает, собственно, в керапедии. И, как и обещал, я приведу для вас цитату. Цитат сегодня будет достаточно. По крайней мере, я постараюсь, чтобы так оно и было. Это керапедия, первая книга, первая глава, второй абзац. Вы видите, проблема правления начинается с самого начала. И пастухи выступают в роли правителей рогатого скота, как табунщики своих табунов. И вообще все, называющиеся пастырем каких бы то ни было животных, находящихся под их властью, могли бы равным образом считаться повелителями. Легко можно увидеть, что все эти стада охотнее повинуются своим пастухам, чем люди своим правителям. Ибо стада отправляется в путь туда, куда его ведут. Пасется там, куда его пригонят. Не идет туда, куда его не пускают. Стада позволяет своим пастырем распоряжаться получаемым от них доходом, как тем заблагорассудится. Нам никогда не приходилось слышать, чтобы какое-либо стадо восстало против своего пастуха, или же отказалось ему повиноваться, или не позволило пользоваться доходами от него. Напротив, стадо гораздо враждебнее относится к чужакам, чем к своему повелителю, хотя последний и использует его для собственной выгоды. Люди же с величайшей охотой восстают против тех, кого заподозрят в желании установить над ними власть. Ксенофон начинает блестяще. Правление над людьми и правление над животными. И то, и другое правление. Чем же они отличаются? И показывая отличия, ксенофонд показывает предварительное описание проблемы. Правление существует ради выгоды правящего. Это цель существования правления, и это его результат. Животные не понимают этого, и потому не сопротивляются правлению. Люди же понимают это, и потому сопротивляются. Иными словами, сопротивление людей исходит из ситуации равенства. В конце концов, человек с точки зрения классиков гораздо выше животных. Но сами по себе люди одинаковы. Под словом равенство я не понимаю современное представление равенства. Речь не идет об уравнении. Скорее речь идет о том, что все одинаково понимают, что гораздо более выгодно быть правителем, чем быть управляемым. И что все люди хотят одного и того же – приобрести и не потерять. Это желание и выставляет людей против их собственных правителей. Однако само по себе описание данное ксенофонтом уже углубляет и дает представление о том, как эту проблему можно было бы решить. Подход к ее решению двоякий. Во-первых, управляемые должны верить, что они находятся в той же ситуации, в какой находится скот по отношению к человеческому управителю. Иными словами, что их правитель не человек, что он выше, чем человек. Второе – это, конечно, то, что управляемые должны полагать или считать или ощущать, что правление существует ради них, что оно ведет к их выгоде, а не к выгоде правителя, что оно ведет к тому, что ксенофонт называет счастьем. И я вынужден привести вам вторую цитату, на этот раз из меморабилии. Не потому ли, что и царь хороший не тот, кто хорошо устраивает только свою жизнь, но кто является виновником благополучия также и для тех, кто над ним царствует? И правда, царь выбирается не для того, чтобы хорошо заботиться о себе, но чтобы и выбравшим его благодаря ему жилось хорошо. На войну идут все для того, чтобы жизнь их была как можно счастливее. Стратегов выбирают для того, чтобы они вели их к этому счастью. Цель человека – счастье. Это ультимативная выгода. И потому, когда управляемый думает, что правление ведет его к счастью, или на самом деле ведет его к счастью, мы и делаем здесь разницы, он считает правление правильным или правовым. В итоге правитель или совершенный правитель должен объединять в себе эти две черты. Он должен быть лучше, чем его подчиненные, при этом именно с точки зрения самих подчиненных. И он должен приносить им счастье. Но для того, чтобы приносить счастье своим подчиненным, правитель должен знать, что это такое. Иными словами, первая квалификация правителя заключается в понимании того, что сегодня мы называем the human condition – сущность человеческой проблемы. И для того, чтобы разобраться в ней с позиции ксенофонта, не нужно далеко ходить или много думать в этом превосходство ксенофонта. Ксенофон предлагает нам универсальные рецепты мышлений. Он говорит, давайте мы посмотрим на повседневность. Всех людей вокруг нас мы легко делим на успешных и неуспешных. И признаем смело, что большинство людей не преуспевают, что бы мы ни подразумевали под успехом. Будь то богатство, самореализация, большая семья, да все что угодно. Причина этого заключается в том, что люди обманываются. Они совершают какую-то ошибку, которая и не дает им быть успешными. Ошибка эта заключается в том, что они принимают удовольствие за счастье. И я снова вынужден заставить вас претерпеть мое чтение и обратиться на этот раз к экономике ксенофонта. Это, собственно, первая глава экономики, в которой Сократ и Критабул кое-что выясняют. «Ты хочешь, Критабул, говорить со мной о рабах?» «Нет», – клянусь Зевсом, – отвечал Критабул, – «а некоторых особых очень даже хорошего рода». «Да разве возможно, – ответил Сократ, – чтобы у этих людей не было господ? Они мечтают о счастье, хотят делать то, от чего могли бы нажить состояние, но это мешает им сделать их властители». «Кто же они?» – спросил Критабул, «эти невидимые господа, которые владеют над нами». «Клянусь Зевсом, – отвечал Сократ, – они не невидимые, а очень даже видимые. И что они очень скверные, – это и для тебя не тайна, раз ты считаешь пороком ничего не делания, душевную дряблость, неглижорство. Да есть и другие госпожи-обманщицы, носящие личину удовольствий, азартные игры, вредные знакомства. С течением времени и самим жертвам обмана становится ясным, что это печали, лишь окруженные корочкой удовольствий, которые подчинили их своей власти и мешают им заниматься полезным делом». «Однако», – Сократ сказал Критабул, «другим эти госпожи не мешают работать. Напротив, они выказывают много энергии в работе, много изобретательности по части доходов, и тем не менее доводят до разорения свое хозяйство и попадают в безвыходную нужду». «Да ведь и они рабы», – возразил Сократ. «Притом рабы очень суровых господ. У одних эта любовь вкусно поесть, у других солдострастия, у иных пьянство, а у некоторых какое-нибудь глупое и разорительное тщеславие». Для нас это будет важно. Слово «тщеславие» – это, конечно же, филотемия. Итак, люди неуспешны. Большинство людей неуспешны, потому что они не могут отличить счастье от удовольствия. И это ведет их к тому, что Сократ и вслед за ним Критабул называют пороками и порочностью. Этого достаточно для того, чтобы понять, что должен делать совершенный правитель для того, чтобы управляемые им люди никогда не желали восстать против него. Достаточно, чтобы понять, как решить эту предварительную проблему правления. Но для нас с вами этого, конечно же, мало. И мы потому должны обратиться к двум образом совершенных правителей, которые и рисует нам ксенофон. Это, конечно же, Исхамах, глава собственного дома, повелитель рабов и жены. И это Кир Великий, совершенный царь, создатель Персидской империи. В разговоре с Сократом Исхамах бросает очень интересную фразу. Он богатый, известный и законопослушный афинянин сидит сейчас и беседует с Сократом, хотя, строго говоря, он землевладелец, и как землевладелец должен следить за тем, как рабы обрабатывают его землю. У Исхамаха, однако, нет никаких проблем с тем, чтобы беседовать с Сократом, ибо, он говорит смело, всех своих рабов я разделил на две части, простые рабочие и управляющие. Так вот, управляющие управляют моими рабами, пока меня нет. Эта мысль кажется Сократу довольно неортотоксальной, ибо, в конце концов, Исхамах говорит, что раб – это правитель, или что раб может быть правителем, или что между рабом и правителем может и не быть вообще никакой разницы. В конце концов, его рабы-управляющие делают ровно то же самое, что и он, и знают ровно то же самое, что и он. Тем не менее, Сократ сомневается, в конце концов, они рабы. Как бы они смогли управлять хозяйством Исхамаха хорошо, если это не их хозяйство? Но Исхамах успокаивает Сократа. Все просто, говорит он. Понятное дело, что не все рабы могут быть управляющими. Большинство людей страдает от пороков, которые не просто невозможно излечить, но которые мешают им нормально работать. Однако при некоторых условиях есть такие рабы, которые могут стать хорошими управляющими. Каким же образом? Во-первых, говорит Исхамах, для того, чтобы раб хорошо работал, он должен получить долю в имуществе своего господина. Он должен стать «акционером» в кавычках имущества господина. И в этом смысле увеличение имущества господина будет и увеличением имущества самого раба. Во-вторых, необходимо избегать определенных пороков. Рабы, которые любят вино, секс и сон плохо могут быть управляющими. Тот, кто любит вино, не сможет себя контролировать и потому не сможет контролировать других. Тот, кто любит сон, по определению, не может никого контролировать. Наконец, тот, кто любит секс, будет скорее склонен любить не своего господина и свою работу, а того мальчика, я напоминаю вам, мы в Древней Греции, к которому он привязался. С другой же стороны, есть удивительное дело, когда Сократ спрашивает, а как насчет корыстолюбия? По-гречески это слово филокерти. Корыстолюбцы плохие рабы или хорошие? И Исхамах отвечает, они замечательные. И понятно, почему, как только Исхамах объясняет рабу, что увеличение его богатства это увеличение и богатство самого раба, раб, подстегиваемый корыстолюбием, будет работать лучше, чем раб, не подстегиваемый им. Чуть дальше мы узнаем и о том, что, строго говоря, есть еще более хорошее качество, которое делает некоторых рабов еще более лучшими управляющими. и это филотемия. Раб корыстолюбивый работает потому, что хочет заработать что-то, но чистолюбец работает строго за превознесение своего господина. Исхамах в восторге от этих людей и, находя их, он обращается с ними как со свободными, как с равными ему. Правда, чистолюбие и корыстолюбие имеют и свои минусы. Корыстолюбивые рабы могут начать воровать, увеличивая свое благосостояние быстрее, чем благосостояние своего господина. Чистолюбивые рабы податливы налезть со стороны нижних рабов, со стороны более простых рабов. И поэтому Исхамах должен что-то придумать и как-то решить эту небольшую проблему. Исхамах решает ее в несколько шагов. Во-первых, говорит он, все мои рабы находятся в некоем состоянии перманентного соревнования. Я не даю им одинаково ничего, даже одинаковые вещи. Но рабы, работающие лучше, получают от меня вещи получше. Рабы, работающие похуже, вещи похуже. Исхамах хвалит тех рабов, которых он считает хорошо работающими. Но самое главное это то, что Исхамах установил у себя в доме законы. Персидские, как он говорит, законы. Законы эти должны не только наказывать нарушителей законов, но еще и награждать тех, кто следует законам. Как вы знаете, ни один современный закон не награждает за следование себе, он только наказывает. Более того, Исхамах создает и стража законов. Домофилакс это хорошее слово для стража законов. И это его жена. Пока Исхамаха нет дома, его жена выполняет функцию блюстителя закона. Но самое главное, говорит Исхамах, конечно же не это. А то, что Исхамах называет хозяйский глаз, а ксенофонт называет видящий закон. Рабы лучше всего работают, когда их господин находится при них, потому что тогда они ожидают мгновенной награды и мгновенного наказания от него в случае провала. Завершая свой разговор с Сократом, Исхамах спотыкается. Все это время он рисовал себя как почти совершенного господина. Однако в конце своей речи он добавляет «Я лишь использую те качества рабов, которые обнаруживаю в них, но подлинно божественный человек тот, кто может вселять эти качества, тот, кто может делать рабов или заражать их филотемией и филокердией, чистолюбием и корыстолюбием. Только у этого человека рабы работают не из-под палки. Только у этого человека они готовы на любые труды и опасности и рады тому, что делают. Исхамах не является таким человеком. Он не божественен. Да и вообще вся его наука или искусство управления кажется нам таким легким, потому что он управляет рабами. Он не управляет свободными, не управляет равными. В его доме нет его детей, у него нет детей. Что ж, тогда нам нужно посмотреть на человека, который управляет равными, на подлинного совершенного правителя, на совершенного царя, на Кира Великого и заметить, отличается ли правление, устраиваемое Киром, от правления, устраиваемого Исхамахом. Есть ли разница между правлением над свободными и правлением над рабами? Кир интересный мальчик. Дело в том, что он является амальгамацией, соединением буквально своих родителей и фигурально того, что эти родители представляют. Отец Кира царь персидского царства, которое, как вы вскоре узнаете, никаким царством не является, которое скорее напоминает идеальное или почти идеальное аристократическое правление. Но по матери Кир происходит от тирана Мидии. Кир таким образом является соединением тирании и почти совершенной аристократии. Маленький Кир веселый парень, обладающий всеми достоинствами, которые мы только можем вообразить. Он и умен, и силен, и быстр, и весел, он постоянно смеется и шутит. Он харизматичен, он очень хочет учиться, и он хочет быть первым среди всех людей. Но самое, пожалуй, важное заключается в том, что он хочет помогать людям. Он обладает тем редким качеством, которое Платон приписывает Сократу лишь раз за весь платоновский корпус. Это качество филантропия, любовь к людям. Кир любит людей и потому хочет им помочь. Но Кир находится в странной ситуации. Повторюсь, он персидский принц, но Персия не царство. Напротив, Персия выглядит как почти совершенная республика, где царь не выполняет вообще никаких функций, а всем руководит совет старейшин, составленный из граждан, называемых гомотимы, то есть равные честью. Почему Персия это республика, хотя ей управляет небольшая кучка старейшин? Дело в том, что в гомотимы может попасть любой житель Персии. Для этого нужно сделать одну и только одну вещь. Пройти через персидское государственное образование. Персия почти совершенная Спарта. Образование в ней предоставляется государством и всякий, кто его прошел, становится полноправным гражданином. Проблема, однако, в том, что Персия это маленькая горная бедная республика. И в этом смысле у большинства людей просто нет возможности отправить своих детей учиться в государственные школы. Таким образом, эти школы заканчивают и звание граждан получают только аристократы. Такие, как Кир и его равные. И тем не менее, Кир не царь, даже не принц. По большому счету, он лишь первый среди равных. И первый он не потому, что его отец занимает высокое положение, но из-за своих природных качеств. Кир бы, может быть, так и остался навсегда подобен своему отцу Камбису. Но происходит страшное событие. на союзника Мидию нападает империя. Пусть и еще небольшая, но страшная ассирийская империя. И Мидия должна позвать на помощь своих союзников, в том числе и Персию. Кир становится генералом персидского войска. Звучит здорово, вот только это войско состоит из тысячи гомотимов и 30 тысяч простых персов, являющихся застрельщиками, лучниками, прачниками, пельтастами, в то время как ассирийское войско почти в 10 раз больше, чем это войско Кира. Когда Кир приходит в Мидию и спрашивает, сколько войск у Мидиан, выясняется, что Мидиане, даже если к ним присоединить их отпавших ныне армянских союзников, едва ли вместе с персами и армянами соберут треть ассирийского войска. Но перед тем, как выйти, это, конечно, очень расстроит Кира, и он что-то с этим сделает, но перед тем, как выйти, Кир должен решить проблему, которая, пожалуй, для нас с вами является довольно наболевшей. Как объяснить тысячи гомотимов и затем уже простым гражданам Персии, даже простым жителям Персии, будет правильнее сказать, что они должны идти воевать с каким-то государством, которое они никогда не видели и о котором они ничего не знают, при том, что самой Персии пока что не угрожает ничего. И Кир, выступая, давая первую свою речь перед гомотимами, перед тысячей равных ему граждан, начинает говорить страшные вещи. Кир продвигает вперед две мысли. Мысль номер один заключается в следующем, и я тоже зачитаю. Тот, кто в настоящий момент отказывается от наслаждений, делает это не с целью навсегда отречься от радостей жизни, а ради того, чтобы ценой воздержания приуготовить себе многочисленные и разнообразные радости в будущем. Персидское царство воспитывает своих гражданах добродетель с помощью закона. Но Кир говорит, добродетель не цель. Добродетель это только средство к грядущим радостям. И сама эта мысль ужасна, потому что она подразумевает, что если добродетель средство, то она может быть заменена на любое другое средство, которое может быть более эффективным в достижении указанной цели. Второе, что говорит Кир, мотивируя это последнее его фактически слова, самое прекрасное достояние, более всего побуждающее к воинским подвигам, вы храните в своей душе. Похвала радует вас больше, чем что-либо иное. Но тот, кто желает заслужить похвалу, должен быть готов к любой опасности и перенести любую трудность. Я напоминаю вам про формулу из Хамаха опасности и труды. Кир говорит им о чистолюбии. То, что выделяет гомотимов как свободных и добродетельных людей, это стремление заслужить похвалу. И в этой войне они получат обе эти вещи. В конце концов, наиболее базовым принципам, которые Кир попытается внушить своему будущему войску, будет следующее. Победитель забирает все. Мы были добродетельными, мы готовились к сражениям, мы носили круглые щиты и длинные копья. Теперь пришло время использовать эти щиты и копья, чтобы заслужить похвалу в результате победы и получить все, что есть у нападающего в результате той же самой победы. Двух зайцев одним выстрелом. Но, как я уже сказал, по приходу в Мидию обнаруживается, что сирийское войско в несколько раз больше объединенного войска медян, персов и армян. И что, строго говоря, надеяться на победу не стоит. Но Кир хороший мальчик, и он знает, что делать. Он говорит своему дяде, тирану Мидии, что все, что от него потребуется для достижения победы, это оснастить гомотимов, или вернее, тех, кого Кир позовет, таким же оружием, которое есть у гомотимов. Кир вызывает из Персии еще несколько тысяч простых персидских жителей и выдает им гражданское оружие. Это больше не застрельщики, теперь это фактически граждане Персии. Более того, Кир начинает проводить реформы в своей армии. Реформы, которые не оставят ни ему, ни его армии возможности вернуться обратно в Персию. Они уже не могут этого сделать. Кир уже не может вернуться обратно в Персию по одной простой причине. Он только что сделал из ничего 10 тысяч новых персидских граждан, которые не прошли никакого обучения, которые были бедняками и до этого простыми персами, и которым он выдал тяжелое оружие, которое принадлежит гражданам. Но Кир не останавливается. Он вводит меритократию. Он заявляет своим гомотимам, что отныне принципы построения войска будут другими. И два базовых принципа будут звучать так. Тот получает возможность сражаться, кто лучше сможет это сделать, и тот получает больше, кто больше делает. Это заставляет его провести еще кое-что. Для того, чтобы выяснить, кто лучше сражается, Кир предлагает проводить соревнования между персами, между различными юнитами или подразделениями в его армии. Но проведение таких соревнований означает две вещи. Первое, что победитель в этих соревнованиях должен получить какую-то награду помимо должности. И второе, что эту награду должен кто-то распределить. Войско, основанное на принципах меритократии, имеет только одного командующего. И командующим меритократичного войска может быть только самый лучший его представитель. Это очевидно. Но Кир уже командующий. А значит, он уже самый лучший без всяких конкурсов, веселых побед и тамады. Кир таким образом обнаруживает себя или показывает своим людям, что он не просто персидский принц и первые среди равных, но что он заслуживает того места, на котором находится. А значит, это ему раздавать награды тем воинам, которые отличились в соревнованиях. И это, конечно же, ведет к мысли о том, что, строго говоря, теперь гомотимы не отличимы от простых воинов, а простые войны от гомотимов. Кто победил, например, в челночном беге, тот и берет круглый щит. Более того, тот и получает должность лично от Кира. Более того, тому не нужен больше никто, кроме Кира. Войско Кира начинает разобщаться, оно начинает атомизироваться, каждый хочет победить другого и таким образом получить от Кира награду. Всех, кроме самого себя, Кир делает одинаково ничтожными, ибо лишь он распределяет должности и награды. Более того, принцип меритократии чудовищен в своей универсальности. Меритократия стирает не только общественные границы, то есть границу между бедными и богатыми. Меритократия стирает государственные границы. Киру все равно, откуда пришел его воин. Это бывший военнопленный, это просто присоединившийся дезертир, это нечаянно обнаруженный союзник. Какая разница, если он хорошо делает свое дело? Но это подталкивает Кира к мысли о том, что меритократическое государство может быть только универсальным. Это заставит в свое время Кира не остановиться и создать Персидскую империю. Есть и еще кое-что, что Кир делает. Кир вводит принцип личной ответственности. Ксенофонд описывает это потрясающе. Когда Кир говорит, что он знает имя каждого своего капитана, все капитаны приходят в восторг. Они полагают, что это знание формирует связь между ними и Киром. Тогда как на самом деле Кир просто считает, что нельзя отдавать общие приказы. Что тогда, когда ты отдаешь общий приказ, сделайте это. Люди просто будут перекладывать ответственность с одного на другого. Именно поэтому приказ должен быть конкретный. Ты должен сделать это. Принцип личной ответственности это все еще принцип личной ответственности перед одним человеком. Киром. Теперь все его солдаты лично зависимы от того, как они выполняют свои функции после того, как Кир лично приказал им это сделать. Это подразумевает, понятное дело, что лучше всего они выполняют свои функции, когда Кир на них смотрит. Есть и еще одна реформа, которую Кир проводит. Когда медяне и ассирийцы входят в первое сражение на границах Мидии, объединенное войско медян благодаря новациям Кира побеждает. Его дядя медийский тиран счастлив, а Сирия отбита, можно пьянствовать, радоваться, а сирийский обоз захвачен, там огромное количество золота, шелков, женщин, рабов, коней, вина, и можно перепиваться. Кир с радостью отдает ему все, что было захвачено в обозе, кроме лошадей. Войско Персии не имеет всадников. По одной простой причине. Персия это маленькая бедная горная страна. Никто не может себе позволить лошадь и ее негде тренировать. Горы не лучшее место для лошадей. Но Кир уже знает, что он будет делать дальше. А именно он собирается вторнуться в Ассирию и захватить Вавилон. Уничтожив Ассирийское царство и вместе с тем угрозу для Мидии и Персии с одной стороны, а с другой стороны, так как победитель получает все, он собирается сделать себя подлинным царем, а не царем лишь по имени. Но для этого ему нужно каким-то образом противостоять огромной медийской армии, у которой есть и которая славится своей конницей. Поэтому Кир отдает своему дяде все, что захвачено в обозе, кроме коней. А затем говорит своим лучшим воинам, что отныне они должны принять новый закон. Закон, который гласит, что Перс никогда не должен ходить вне зависимости от того, на далекое или близкое расстояние его посылают. Что Персы отныне всегда должны скакать. Как вы понимаете, ходьба это труд. Ходьба подразумевает необходимость переносить жару и холод. Ходьба подразумевает необходимость преодолевать голод и боль. Садничество не включает в себя ничего из этого. То, что персидское образование, а именно добродетель, вкладывало в персидских мальчиков, в гамотимов, тир выбивает одним ударом. Отныне они всегда будут передвигаться на лошадях, для того, чтобы научиться на них ездить и победить таки ассирийцев. Помните, если добродетель это только средство к цели, то она легко может быть заменена любым другим средством. И в этом смысле всадничество, которое продвигает ленность, отказ от труда и слабость, оказываясь выгодным в ситуации борьбы с ассирийцами, становится на первый план для Кира. Кир заходит в Ассирию, находит огромное количество недовольных ассирийским царем и готовых Кира поддержать. И он принимает этих людей в свое войско. Но он дает им всем только одну роль. Принцип меритократии только что закончился. Это роль застрельщиков. Кир в разговоре с друзьями не скрывает, почему они получают эту роль. Застрельщики отлично сочетаются с любыми другими видами войск, но сами по себе они не способны противостоять ни кавалерии, не пехоте. Рабы застрельщики. С самого начала, как вы помните, застрельщиками были простые персы в его армии. Таков обычай персидского царства. Теперь Кир всех, кто присоединяется к нему, делает своими рабами простыми застрельщиками, ни на что не способными в реальном бою. Более того, Кир понимает, что компания идет так хорошо, что Вавилон будет взят, а если он будет взят, Кир станет царем, подлинным царем новой империи. Но для того, чтобы быть царем, нужно быть лучшим. Для того, чтобы быть царем, нужно быть признанным таковым. И хотя Кир сделал уже много шагов для того, чтобы отличиться и стереть представление гомотимов о равенстве, ему нужно будет предпринять еще парочку. После взятия Вавилона Кир наконец-то притворяет принцип, о котором он говорил в жизни. Все достается победителям. Раз персы взяли Вавилон, Вавилон принадлежит Персии. Если во главе персов стоял Кир, значит Вавилон и Ассирия принадлежат Киру. Но это раз Кир завоевал царство, то он царь. Но эта мысль должна дойти до его товарищей, которые еще не до конца понимают, что происходит. Принимая на себя обязанность ассирийского царя, Кир выходит на рынок сразу после завоевания, на следующий день после общей покойки. И начинает выполнять царские функции, начинает принимать просителей. Вдов, торговцев, сирот, тех, у кого сожгли дом во время всеобщих празднеств, словом, людей, у которых есть жалобы и которые желают разобраться с царем по окончании войны, или, по крайней мере, каким-то образом решить вопросы, очень много. Кир сидит один день, полностью окруженный просителями, и ни один из его товарищей не может даже пробиться сквозь эту толпу. Кир сидит второй день, полностью окруженный просителями, и ни один из его товарищей не может пробиться к нему. Кир сидит третий день, полностью окруженный просителями, и лишь на конец третьего дня с кулаками к нему пробиваются его бывшие товарищи-гомотины, которые слышат от Кира жалобу. Мол, я работаю как раб на галерах, три дня подряд, без еды и воды, в 18 часов в сутки, решаю проблемы мирных граждан, а вы хотите со мной время проводить? Вы знаете, друзья, говорит Кир, я тоже хочу проводить с вами время. Досуг – это то, ради чего мы и пришли сюда. Если бы у нас отняли досуг и оставили нам только войну и управление, стоило бы жить, стоило бы этим всем заниматься. И тогда один из его доузей, знакомый ему еще с медийского детства, то есть подданный тирана, предлагает новый принцип построения войска и власти Кира. Он говорит, ты знаешь, Кир, нам пришлось с кулаками пробиваться к тебе сегодня, и мы хотели бы на самом деле навсегда остаться подле тебя. Но так как людей, которые теперь к тебе бегут со всех сторон, как к царю и как к решателю проблем так много, что если бы мы просто хотели к тебе каждый день приходить, это заканчивалось бы точно так же, как это закончилось сейчас, Я предлагаю установить новый принцип того, кто может с тобой быть. И это принцип старшинства. Кто был с тобой с самого начала, тот и должен теперь при себе находиться. Это губит принцип меритократии. Более того, это сто процентов аристократический принцип, потому что количество людей, бывших с Киром с самого начала, это очень четкое, фиксированное количество. И теперь уже никакие заслуги тех воинов, что присоединились к Киру потом, никогда не превзойдут тот факт, что кто-то был с ним с самого детства. Кир принимает это щедрое предложение и таким образом аннулирует принцип меритократии в собственном войске. Более того, Кир после этого заезжает в царский дворец. Но, как вы знаете, я думаю, царю положено очень много того, чего не положено одному из равных. До того, как заехать во дворец, ксенофон говорит, Кир даже одевался точно так же, как и его охрана. Но после въезда во дворец Кир понимает, тот, кто победил, забирает все. Но это значит, что раз все находится у Кира, любой, кто победит Кира, заберет все. А раз так, Кир должен остаться в живых. Поэтому Кир вводит в этот дворец новых людей. В качестве прислуги и личной охраны он выбирает Евнухов. Почему Евнухов? Потому что у них нет и не может быть семей. Им некому отдать свое наследство. Не в кого вложить или из-за любви с кем-то не на кого отвлечься от Кира. Он выбирает атомизированных людей, людей изолированных и потому неспособных или менее всего способных и желающих ему навредить. Но и этого мало. Евнухи – это личная охрана. Евнухи – это слуги. Но ему нужны войны для того, чтобы охранять его дворец. Поэтому он сталкивается с проблемой. Кого поставить теперь в личную охрану, в личный легион имени Кир? И Кир находит блестящий выход. Он выписывает из Персии еще 10 тысяч безымянных крестьян. Ни один из солдат, прошедших с Киром войну, не становится его личной охраной. Причина этого понятна. Принцип меритократии подразумевает, что те, кто попали в эту охрану, заслуживают там находиться. Что это их усилия привели их в привилегированное положение. А Кир больше не может этого допустить. Он выписывает людей, которые своим новым положением обязаны только ему. Которые ничего не сделали для того, чтобы оказаться охраной персидского царя. Теперь уже персидского императора. Затем Кир начинает проводить чудовищные реформы. В первую очередь он реформирует то, что сегодня мы называем луком. Он реформирует свой собственный лук. Кир начинает отличаться от всех своих подданных своей одеждой. Он начинает ходить в золоте. Он начинает краситься суриком. Он начинает подводить глаза. Он начинает ходить на каблуках, чтобы казаться выше, чем все его подданные. Он заставляет своих подданных проводить парады с ним во главе. И по мере движения парадов падать ниц. Персы никогда не падали ниц перед своим царем. Но тот, кто первым упал ниц перед Киром, очевидно, заслужил от Кира, как от великого судьи, великую награду. И это подталкивает всех персов падать перед ним ниц. Кир хочет быть видящим законом. И поэтому он, по заветам из Хамаха, создает тайную полицию. Так называемые глаза царя. Каждый знает, что царь слушает, что царь внимает. И что нельзя вступать в заговоры с кем бы то ни было, потому что тот, с кем вы разговариваете, может оказаться из царской полиции. А раз это так, то он получит награду за свое доносительство. Более того, все это время Кир не ослаблял, а только усиливал соперничество между персами. И пик этого соперничества приходится на теперь, когда Кир обладает всеми деньгами империи, бывшей Ассирийской империи. Ибо все достается победителю. И Кир раздает эти деньги по собственному желанию. Не потому, что он собирается выделять каких-то конкретных людей, но потому, что он знает, что те, кто захотят получить деньги, те, по крайней мере, должны будут оказаться перед царем. И не только оказаться перед царем, но и каким-то образом выделиться, то есть выслужиться, то есть унизиться перед царем. Более того, тот, кто получает деньги от царя, конечно же, получает ненависть от всех остальных. Кир прекрасно понимает, что соревновательный дух ведет сначала к борьбе, а от борьбы ведет к взаимной ненависти. Тот, кто получил то, что не получили вы, ваш враг. И в этом смысле, раздавая свои деньги, Кир ничем не рискует, ибо вся империя принадлежит ему. Фактически, он перекладывает деньги из одного кармана в другой. Это его деньги все равно. Но он достигает своей цели. Персы ненавидят и презирают друг друга. Они никогда больше не объединятся и не захотят объединяться для любого коллективного действия. Если попытаются, на это есть тайная полиция. Кир так, своих друзей давайте. Кир одаривает всем, чего они пожелают. Кто-то хочет дворец, как у Кира. Кто-то хочет денег. Кто-то хочет получить личное благословение или какую-либо другую помощь. Кир не скупится. Он обещал и, наконец-то, привел своих товарищей к тому, чего обещал с самого начала. Добродетель – это просто средство для достижения всяческих благ. Мы захватили империю. Мы и есть империя. Вы можете получить любые блага, какие захотите, из моих рук. Понятно, что это полностью уничтожает всякую добродетель среди персов. Ксенофон говорит, персы больше не ходят, они скачут. Персы полностью окутаны в роскошь, в золото, потому что Кир одарил их им. Персы презирают и ненавидят друг друга. У них больше нет коллективного духа, нет гражданской добродетели. Все они борются друг с другом постоянно для того, чтобы выслужиться перед царем. Но при этом все они думают, что они счастливы. Кир так формулирует эту мысль. Пастырю надлежит извлекать из стада пользу, доставляя скотине тот вид счастья, который ей доступен. Если Кир – это величайший из людей и судья над судьями, то, конечно, он знает, что такое счастье, которое могут достигнуть его подчиненные, и только он может это счастье даровать. Это подтверждает и сама история, как говорит Ксенофон, когда умирает Кир, Персидская империя немедленно впадает в гражданскую войну. Что ж, мы посмотрели на обоих совершенных властителей и, кажется, нашли ответ на наш вопрос. Но у нас есть некоторая проблема, или, давайте скажем по-другому, альтернатива решению, которая, или, вернее, не решению проблемы, которая демонстрирует нам Ксенофонд. Эта альтернатива выглядит следующим образом. Я возвращаюсь к меморабилии. «Да ведь они рабы!» – возразил Сократ. «И при том рабы с очень суровых господ. У одних эта любовь вкусно поесть, у других слудострастие, у иных пьянство, у некоторых какое-нибудь глупое и разорительное тщеславие. Эти господа властвуют над людьми, которыми овладевают очень сурово. Пока люди молоды и в силах работать, они заставляют их платить дань, расходовать весь заработок на свои страсти. Когда же заметят, что они работают не в силах от старости, то вставляют их на жертву лихой старости и стараются еще других сделать своими рабами. Нет, Критабул, с этими врагами надо вести не менее решительную борьбу за свободу, чем с теми, которые стараются поработить над силой оружия. Но неприятели, если они люди благородные, поработивший какой-нибудь народ, многих приведут в чувство и облегчат жизнь. А такие госпожи, пока властвуют над людьми, никогда не перестанут мучить тело и душу и разорять их хозяйство. Сократ, следовательно, рисует еще одно возможное, или, вернее, единственно возможное решение проблемы правления. Проблемы, которые сама по себе, как мы уже видим, не может быть решена даже совершенными правителями. Но это, как вы, наверное, догадываетесь, совершенно другая история, о которой мы сегодня говорить не будем.